Еще раз всем добрый вечер. Мы сегодня с вами начинаем цепочку семинаров из трех частей. Это нумерация документов Microsoft Office. Немножко познакомимся. Меня зовут Елена Владимировна Сидорова. Я являюсь тренером Microsoft. Специалист я работаю уже 10 лет. Курсы, которые я провожу обычно, это Excel, первый, второй, третий уровень. Word, первый, второй, PowerPoint, первый, второй. И очень редко, но у нас проходит раз в два раза в год курс Prezi. Тоже презентации, но в особом, так сказать, интерфейсе. Что подразумевает наша цепочка? Из трех семинаров она будет состоять. Первая часть сегодняшняя – это общий разговор о списках в документах. Вторая часть – это нумерация, которую можно проводить в таблицах. И третья часть – это работа с нумерацией в колонн-титулах. Ну и вообще в колонн-титулах. Значит, сегодня мы поговорим с вами о том, какие списки бывают, как правильно выполняется нумерация абсцаций и заголовков в программе Word, как можно изменять параметры нумерации, какие там есть особенности. И немножечко затронем PowerPoint, работа со списками в системных или макетных полях. Следующий семинар будет проходить 25 мая. И там мы поговорим о том, как удобно заполнять столбец, какие там есть особенности, номер по порядку в документах Word, Excel и в том же PowerPoint. Плюсы, минусы, особенности работы в этих… Да-да-да, конечно. Есть таблицки. И третья часть. Ну, естественно, это понятие колонн-титулов будет, потом, как создаются нумерации страниц, опять же, в Word, в Excel или в PowerPoint, как используются колонн-титулы, в каких рамках можно вносить информацию, которая будет меняться, то есть обновляемые поля, как там удобно работать, в чем есть особенность. То есть вот это вот наши три семинара. И последний семинар по цепочке будет проводиться 20 июня. Ну, а сейчас основы. Итого. Программа Word. Начнем с нее. Программа Word – это программа, как все знают, работа с текстовыми документами. В текстовых документах мы очень часто используем нумерацию. Нумерации бывают, вернее, списки бывают трех видов. Это нумерация маркированная, то есть списки маркированные, это списки нумерованные и списки многоуровневые. В чем особенность? Значит, маркированные списки – это элементы списка, помеченные какими-то значками. В основном это либо точки, либо какие-то тирешечки, там, галочки. Ну, на самом деле, любой символ, который можно найти на клавиатуре или в команде «Вставка символы», вот здесь вот, может быть использован в качестве маркера. Далее. Маркированные списки обычно используются, если мы расписываем параметры какого-то объекта, и нам не важен порядок следования этих элементов. Нумерованные списки, вот они как раз упорядоченные списки. То есть они любят порядок, по ним мы понимаем, что после первого пункта обязательно идет второй, а пятый пункт не может появиться раньше, чем четвертый. То есть правильно назначенные списки, они нас наводят на мысль, что нумерация – это порядок или последовательность. Ну, а многоуровневые списки – это списки, которые содержат один, вернее, два или несколько уровней, то есть, допустим, глава, параграф, пункт. Особенности создания этих списков начнем с процесса написания. То есть если нет еще никакого текста, и нам нужно создать список. Ну, во-первых, мы встаем в нужный абзац, и вариант номер один – открыть кнопку, которая позволяет, ну, в данном случае маркир поставить, ставим и пишем какой-нибудь элемент. Например, какой-нибудь, ну, допустим, зверек какой-нибудь. Что-нибудь. Волк, например. Enter. Там лиса. Enter. Что-нибудь там медведь. Enter. Заканчиваемый список всегда удалением маркера. Маркер удалять можно таким образом. И так же, как и нумерацию, можно нажать клавишу Backspace. Вот. Но у этой клавиши есть особенность. Особенность заключается в том, что мы маркер-то убрали, а остались в той же самой позиции, что и текст. То есть мы с вами не сдвинулись в начало, абзаца, а остались на месте положения, на месте положения нашего текста внутри списка. Поэтому второй вариант. Второй вариант – просто отключить кнопочку нумерации, в данном случае маркеры, и тогда программа нас уведет в начало нашего абзаца, так как положено. Ну и третий вариант. Третий вариант – просто еще раз нажать на клавишу Enter, и этот списочек прервется, и нас также выведет на следующий абзац. Далее. Второй способ вызова маркированных списков – это установка звездочки и пробел. Звездочки и пробел нас приводят к тому, что организуется маркированный список с маркером, который стоит по умолчанию, то есть самый первый маркер из библиотеки. Если нужно что-то поменять, соответственно, мы должны зайти в библиотеку и, соответственно, выбрать здесь другой вариант списка. Что особенного сейчас можно было увидеть? Я преобразовала номер в новом списке, а он мне переделал предыдущий. Это делали не все версии Word, а вот 19-е, 16-е, по-моему, это умеют делать, все ранее надо смотреть. Что получилось у меня еще? Когда я поставил этот маркер, у меня появился такой смарт-теп параметр автозаполнения. Это кнопочка, которая позволяет либо отменить форматирование предыдущих элементов, либо как бы включить. Вот если нажму «Отменить», то первый список, он останется при своих маркерах. Раньше было так. Если два списка отделяются друг от друга каким-то текстом, вот я не случайно ввела текст второй способ, то следующий маркер, он не влияет на предыдущий список. Сейчас программа нам как бы помогает более быстро выбирать маркеры, использованные недавно в этом документе. Итак, значит, звездочка и пробел – это новый способ, вернее, второй способ ввода маркера. Далее. Что касается нумерации. С нумерацией все то же самое. Если у нас нет текста, то мы встаем в пустой абзац, открываем кнопку с нумерацией, выбираем нужный вид, например, пусть это будут ABC, латинские, маленькие, с круглыми скобками, и начинаем вводить элемент. Допустим, допустим, это у нас какой-нибудь первый шаг чего-нибудь, дальше второй шаг, и третий шаг. Прерывается этот список точно так же. Backspace прерывает, но не очень аккуратно, либо еще один Enter, либо просто мы отключаемся от нумерации, отжав вот эту кнопочку 0. Если мы хотим создать многоуровневый список, то начало стандартное. Мы встаем в пустой абзац, мы включаем кнопку многоуровневый список, и мы должны выбрать один из этих вариантов, или назначить свой. Вот что особенного здесь в выборе библиотеки? Есть нумерация, которая после значков и номеров показывается, ну, элементы списка показываются черточками, а есть другой вариант, где присутствуют названия там заголовок, заголовок, заголовок. Так вот, это действительно две разные группы. Первая группа, она нумерует абзацы текста, обычный текст, а вторая группа нумерует заголовки. Заголовки, оформленные особыми стилями. Сейчас мы пока на вторую группу смотреть не будем, в какой-то момент времени я вам покажу этот вариант тоже. Итак, если у меня обычный текст, а он у меня обычный, я включаю нумерацию, которая подключается к обычным абзацам. Ну, например, вот эту стандартную единичку, две единички и так далее. Ну, и дальше снова вводим. Ну, например, напишу 1, Enter, 2, Enter. Если я хочу дальше сделать 2, 1, нумерацию, то есть под пункт, тогда мне нужно сказать программе, что я должна сместиться на следующий уровень, вправо, на некоторое расстояние. Значит, это можно сделать двумя вариантами. Первый вариант. Специальная кнопка в группе абзац, которая смещает вправо, и называется она увеличить отступ. А второй вариант – это клавиша Tab на клавиатуре. Клавиша Tab, которая тоже на... может использоваться, использоваться как сдвиг вправо, увеличение отступа. Или уменьшение уровня текста. Итак, клавиша Tab. И вот мы получили уровень 2, 1. 2, 1, например. Соответственно, ниже 2, 2. Ниже, допустим, 2, 3. А дальше у меня стоит задача. Поставить 2, 3, 1. То есть сместиться еще раз вправо – это снова клавиша Tab. Третий уровень, 2, 3, 1 номер. Дальше 2, 3, 2, соответственно. И нужно вернуться. Самое главное здесь, когда используем многоуровневый список, не поддаться желанию стереть неправильный уровень и написать это все вручную. Здесь вся задача заключается в переходах влево или вправо. Влево увеличиваем уровень или уменьшаем отступ, а вправо наоборот. И опять та же самая история. Можно пользоваться кнопочкой, которая показывает стрелку влево, или на клавиатуре мы используем сочетание клавиш Shift-Tab, Shift-Tab, Shift-Tab. Это сочетание точно такое же, как вот эта стрелочка назад. Соответственно, если мне нужно попасть на номер 2, 4, я один раз смещаюсь влево. Либо стрелочкой, либо Shift-Tab. Получается, 2, 4. 2, 4. Ну, а дальше, допустим, я хочу вернуться и получить номер 3. Соответственно, Enter и снова влево. Я жму Shift-Tab, получаю тролочку. И так далее, то есть смещаемся вправо, смещаемся вправо или влево. Можно даже переходить от одного пункта к другому через несколько шишков. До тех пор, пока не захочется остановиться. Если мы хотим остановиться, то есть прервать список, находясь сейчас, секундочку, на, допустим, третьем уровне, здесь отключение номера приводит к тому, что... Даня, вот туда сделала. Смотрите. Нужно сначала Enter-ом спуститься на следующий уровень. Вот эта кнопка отключения приводит к тому, что мы возвращаемся на настройку текста, то есть отступ текста предыдущего уровня. То есть я попал на второй. И это на самом деле неправильно. В данном случае очень хорошо опять работает клавиша Enter. Enter нас выводит на предыдущий, еще раз Enter на предыдущий, и еще раз Enter прервает список. То есть несколько раз нажатие на клавишу Enter нас выведет в начало абзаца нового текста, не маркированного, не нумерованного. Таким образом создаются списки, которые вводятся вручную прямо в процессе написания текста. Но чаще всего мы работаем, когда уже текст набран. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем посмотреть готовый документ. Готовый документ. Ну, например. Например, это у меня будет некий документ. Если документики вам будут нужны, можно будет... Потом я в кабинет семинара выложу, можно будет их забрать. Итак, у меня есть документ под названием такие пищевые вкусовые продукты. Кстати, все списки, которые я здесь использую, документы, это списки дневной придуманные. Они были взяты с сайта. Поэтому я его покажу сейчас, чтобы не было вопросов о авторских правах. На самом деле это просто сайт, который содержит классификацию наших объектов. Итак, значит, есть у меня, например, вот такой вот списочек. Он состоит из абзацев. Мне нужно его пронумеровать. Я не стала специально удалять вот эти цифровые значения из текста, потому что они как раз показывают, что это у меня будет уровень. Уровень, первый уровень нашего списка. Итак, значит, каким образом мы можем пронумеровать? Во-первых, если весь текст попадает в список, я его выделяю и назначаю маркированный, вернее, многоуровневый список. Допустим, я хочу его вот таким вот образом назвать. Первый уровень – единичка со скобочкой, второй – буковка А со скобочкой и так далее. Так, применяется. Маркированный многоуровневый список. И так как у меня все тексты были назначены обычным уровнем, они у меня пронумерировались вот от единички до 54. А дальше я смотрю. Мне нужно, чтобы вот этот блок был под уровнем. Что делается? Выделяется текст. И снова та же история. Либо кнопочка справа, либо клавиша Tab на клавиатуре. Понизили уровень. И точно так же со всеми остальными. Выделяется текст, понижается уровень, выделяется следующий текст, понижается уровень. Я буду использовать клавишу Tab так быстрее. А можно сделать таким вот образом. Выделить частичку, зажать Ctrl, выделить следующую, зажать Ctrl и следующую. И один раз нажать на клавишу Tab. Таким образом мы получили двухуровневый список достаточно быстро. Главное – не промехнуться с выделением. Пока я его сохраню, наверное, через файл «Сохранить как?». Версия 1.1. Чтобы был исходник и результат. А теперь мы посмотрим, как создаются маркированные и нумерованные списки. Там, в принципе, все то же самое. Еще один файлик. Файл под названием, допустим, вот «Кухонное оборудование». Здесь несколько подготовленных списков будущих. Заголовочек мы оставляем как есть. Все остальное – это будет нумерация. Например, выделяем элементы списка, маркеры. Можно присвоить один из существующих в библиотеке, а можно пойти, ну, допустим, сейчас возьму вот эту вот галочку, а на втором я хочу что-то необычное. Необычные маркеры. Они берут через кнопку «Определить новый маркер». И вот здесь вот у нас есть символы и рисунки. Начнем с символов. Кнопка «Символы» открывает стандартное окошко вставки символа. Вот они они. Можно выбирать любой шрифт. Можно выбирать любой символ, который захочется. Но чаще всего, если что-то особенное картинками какими-то, это шрифты, которые начинаются на W. Это либо WebDings, вот такие необычные, либо WingDings, вот такие. Ну, допустим, что-нибудь. Что у нас там? Оборудование игрушки, музыкальные инструменты. Ну-ну-ну-ну-ну. Так. Ну, ладненько. Возьмем вот колокольчик, например. При нажатии на «Ок» мы возвращаемся вот в это окошко. Дополнительно мы можем еще, выбрав символ, зайти в кнопочку «Шрифт» и сказать. Ну, допустим, ты будешь у меня вот таким вот цветом. Каким-нибудь. И чуть-чуть побольше размером, чем шрифт. Шрифт у меня 12-й. Поэтому я возьму, допустим, 14. Можно добавить полужирность. Он будет таким более ярким. «Ок» и еще раз «Ок». И вот у меня получился необычный списочек с маркером в виде колокольчика. Таким же образом можно выбирать любой из тех символов. И нестандартный вариант, когда в виде маркера берется какая-то фотография, которую программа сама преобразует в маркер. То есть картинка. Начало стандартное. Мы выделяем текст, заходим в маркер. Кстати, вот колокольчик уже сохранился. Определить новый маркер. И теперь кнопка рисунок. Вот. Кнопка рисунок нам с вами позволяет выбрать из файла, либо поискать какой-то рисунок в Бинке. Ну, например, сейчас что-нибудь. Спорт инвентарь. Посмотрим, что он нам даст. Что-то интересненько ем. Ничего к инвентарю никакого отношения не имеет. Ну, ладненько. Давайте, допустим, я вот возьму вот эту картиночку, нажму на вставить и на окей. И он эту картинку вот так вот преобразует в некую пиктограмму, и получается вот такой вот нестандартный маркер. Ну, желательно, чтобы картинки были квадратного размера, не прямоугольные, не вытянутые, иначе он там будет... Ну, на самом деле, даже картинка высокого качества, преобразовываясь, ничего красивого не даст нам, наверное. Итак, это были маркеры. Маркер стандартный, маркер нестандартный через символ, и маркер нестандартный через преобразование фотографии. Так, сохранимся. Теперь по поводу нумерации. Значит, нумерация... Давайте какой-нибудь тоже возьмем. Ну вот, есть некий файл к астрономии. Вот, нумерация тоже может создаваться стандартная. Стандартная мы уже видели. Это выделить, открыть кнопку «Нумерованный список», выбрать какой-нибудь из вариантов, получить результат. Что такое нестандартная нумерация? Ну, например, мы вот здесь с вами на предыдущем файлике, где мы сейчас были, видели нумерацию АБЦ. А в русских документах иногда нумерацию нужно назначать типа АБВГД. Вот. На самом деле такая нумерация у нас тоже есть. Главное – знать, где ее найти. Например, вот этот списочек я хочу назвать по-русски. Тогда мы заходим в нумерацию, определить новый формат номера. И в поле нумерации у нас есть много-много интересных вариантов. Это римская, арабская привычная нумерация. Даже есть там команды первый, второй, третий, четвертый. Там он будет. И в самом-самом конце у нас есть два пунктика, которые отвечают за нумерацию русскую, буквенную. Большими или маленькими. Ну, например, давайте возьмем маленькие. Когда мы говорим о нумерации, мы сталкиваемся с одним понятием, которое называется обновляемое поле. Вот сейчас мы его видим вот здесь, в виде сетки сетникового прямоугольника. Это очень важный момент. Обновляемые поля ни в коем случае нельзя стереть. То есть если сотрете, напишите, допустим, буковку русскую сами вручную вместо А, то тогда все пункты будут называться ААА. Поэтому поля ни в коем случае не стираем. Ну, в крайнем случае, потом, когда мы будем смотреть заголовки, я вам покажу, где можно стереть. И, например, мне не нужна скобочка. Вот скобка, она без системного поля, без обновляемого поля. Поэтому спокойно можно стереть. И, допустим, поставить, ну, точку, например. А точка. Здесь же можно поработать со шрифтами, там сделать жирненьким, или там полужирным курсивом, например. След, если нужно поднастроить. Или какой-нибудь тенький. Окей, окей. И вот они, наши нумерации АВВГД. Здесь надо понимать, что правильно назначенная нумерация, она еще изменяется при вводе новых значений или при удалении каких-то старых. То есть не надо писать руками АВВГ, чтобы получить нумерацию. Нужно просто в нужном месте найти и поставить. Стандартные позиции – это, допустим, римская нумерация. Ее можно тоже выбрать, определить формат, римская, где она там у нас большими или маленькими. Нужны ли точки или, допустим, скобочки. Нужно ли поменять цвет или нужно оставить стандартный, обычный. Вот. И здесь мы попадаем на одну интересную вещь. Римская нумерация – это нумерация буквенная, поэтому длина символов в номере будет меняться. По настройкам наших списков после номера – это, может быть, буквы, маркеры или цифры – всегда стоит значок табуляции. Вот мы сейчас видим в виде вот этой стрелочки. Так вот, значок табуляции, он работает каким образом? По умолчанию, если вспомните, клавиша таб, просто клавиша таб, она перемещает курсор на какое-то расстояние. Это 7-8 символов. На самом деле сейчас эта перевязка идет в сантиметрах к сдвигу. Значит, в данном случае мы с вами смещаемся на позицию 1,25 сантиметра. 1,25. Это соответствует красной строке нашей обычной. Отступ 1,25 сантиметра. Вот. Это настройка табуляции стандартная. Если мы провалимся вот сюда, кнопку табуляции в настройке абзацев, мы увидим, вот она, по умолчанию стоит 1,25. Так вот, что касается нумерации, вернемся сюда. Значит, смотрите, табуляция 1,25, вот она стоит. Заканчивается номер, стоит клавиша таба, табуляция, и мы попадаем вот в начало текста. Так вот, что происходит вот здесь? У нас на позиции 1,25 скобка закрывается, то есть символ, который еще относится к шрифту, ой, простите, к списку. Поэтому текст начинается на следующей позиции, табуляции табула стопа на позиции 2,5. Вот они. И поэтому мы видим, что этот текст сдвинут. Вот, что можно сделать, если мы хотим настроить, чтобы весь текст начинался с одного и того же места? Мы можем сделать так, чтобы вот эта табуляция в предыдущих номерах была не на позиции 1,25, например, в позиции 2, чтобы вот эта скобочка, она входила в номер. И делается перенастройка. Значит, перенастройка простых списков делается через правую кнопку мыши. Лучше всего находиться при этом в первом абзаце. И через правую кнопку мыши на номере мы попадаем на контекстное меню, где можно выполнить такие задачи, как изменить отступ в списке, продолжить или отменить продолжение нумерации и задать начальное значение. Вот нам нужна первая команда «Изменить отступы». Итак, правая кнопка мыши. «Изменить отступы в списке». Ну и вот положение номера. 0,63 – это начальная, где буковка или циферка появляется. Вот она, позиция. Одинаковая, 0,63. И отступ текста. Вот здесь 1,27 – это нормальное состояние. То 1,25, то 1,27 – они как бы 2 сотых миллиметра, вернее, сантиметра, в общем-то, сильно не отличаются. Так вот, если мы скажем, что отступ текста будет с позиции 2 сантиметра, 2 сантиметра, и нажмем на «Ок», у нас весь текст съедет и будет теперь ровненький. Можно бы поставить, допустим, на 1,5, то здесь надо вручную уже посмотреть, как лучше, как симпатичнее будет. То есть если на 2, а на 1,5, то текст будет ближе к нумерации, и все равно он будет стоять ровно. Далее. Есть одна проблема при работе в тексте, одна из проблем при работе со списками, это, например, объединение списков. Например, я какой-то вот этот текст захочу к этому списку прибавить. Что делается? Если мы копируем откуда-то, то у предыдущего номера мы нажимаем на «Enter» и сюда вставляем этот кусочек. Убираете последний номер, который не нужен, вроде бы все нормально. Но бывает так, что при вставке другого списка мы хотим начать этот список заново. И тогда нам нужно, чтобы вот эта девяточка была единицей. Эта настройка называется «Начать заново с единицы». Итак, список продолжается. Ну, допустим, девятку хочу поменять на единицу. Правая кнопка мыши на девятке, «Начать заново с единицы», и вот нумерация обновляется. Если мы с вами вот этот список, находящийся через какой-то техникум, давайте, наверное, вот отсюда начнем, и тоже к нему захотим применить ту же самую нумерацию, заходим в последние использованные, это у меня вот этот формат, и смотрите, он начинает эту нумерацию соединиться. Так происходит не всегда. Иногда он продолжает, иногда он сбивается на один. Моя задача сделать так, чтобы арифметика была под номером 7 после геометрии. Ну, так, вот это я удалю. Математическая статистика с 7 номером. И здесь снова приходится работать с правой кнопкой мыши, и команда, которую мы видели в начале «Начать с единицы», сейчас называется «Продолжить нумерацию». То есть он понимает, что единица – это начало, значит, хотим продолжить. Итак, правая кнопка «Начать с начала» или правая кнопка «Продолжить нумерацию». Вот здесь нужно будет поработать с этим. Итак, настройки. Смена маркера или смена номера – это определить новый формат. Если мы хотим поменять местоположение текста, то есть отступы, это правая кнопка мыши «Изменить отступы в списке». Если хотим продолжить предыдущую нумерацию или, наоборот, отменить это продолжение, то тогда кнопочка «Ниже продолжить». Кстати, если я сейчас нажму «Продолжить нумерацию», он подтянет мне нумерацию из предыдущего списка. То есть здесь будет вот эти вот 8, 9 и так далее. Ну, отменю. И есть еще одна команда в этом списке настроек, которая называется «Начать с определенного номера». То есть если я хочу, чтобы, допустим, вот этот список начинался с, допустим, с числа 20, то я назначаю сначала первый вариант, то есть как у меня эта нумерация будет выглядеть, например, вот так. Затем на единичку правая кнопка мыши «Начать, задать начальное значение». 20, окей. И тогда у меня будет 20, 21 и так далее. То есть все до настройки через правую кнопку мыши. Итак, это были настройки простых списков. Теперь я возвращаюсь вот сюда, в пищевые продукты. Я напоминаю, мы здесь создали многоуровневый список вот такого вида. Единичка и АВЦД. Посмотрим, когда настраиваются или перенастраиваются многоуровневые списки. Желательно изменения, опять же, выполнять через настройку кнопки многоуровневый список «Определить новый». Желательно находиться в начале нашего списка, то есть в пункте 1. Что делаем? Настройки многоуровневого списка «Определить новый». И здесь будет открыто диалоговое окошко. Программа может работать с 9 уровнями списков. Мы чаще всего, может быть, 3-4 максимум, 5-6 уже никто не трогает. Но изначально мы можем и эти все настроить. Итак, первую я трогать не буду. А второй уровень, мне нужно, допустим, оформить русская нумерация АБВГД. Что мы уже делали. Итак, второй уровень выбрали. Формат номера. Нумерация. Выбираем. Где у нас там? Вот АБВГД. Ну, допустим, я оставляю скобочку. Теперь сдвиг, который выполнен автоматически, можно перенастроить, если нужно. Но меня вполне он сейчас устраивает. Жмем «Окей». Третьего уровня нет у меня, поэтому «Окей». И сразу же видим, вот все изменилось. Что еще особенного есть в многоуровневом списке? Иногда нужно, чтобы, допустим, второй или третий уровень шел сквозной нумерацией. То есть вот АБВГДЕ и дальше пошел дальше. ЖЗ и так далее. Когда в настройках определить новый многоуровневый список, мы должны поставить где-то пунктик «Продолжить заново» или начать, вернее, «Продолжить» или «Начать заново». Сейчас этой настройки мы здесь в окне не видим, поэтому мы раскрываем секретную комнату, кнопка «Больше». Здесь есть много интересных позиций. Нам нужна настройка, которая называется «Нимировать заново». Вот, если галочка стоит, то каждый вариант второго уровня начинается с буквы «А». Мы эту команду сейчас меняем. Снимаем флажок «Нимировать заново». Жмем «Окей». И теперь вот у нас пошел алфавит. Е, потом Ж, потом после МН, ну и так далее. Кстати, интересно. Если не хватает алфавита, начинается двойная нумерация. После Я идет АА. И что интересного, не АААБ, АЦАВ, да, а просто двойные буквы добавляются. То есть нужно смотреть, как лучше. Возможно, здесь лучше цифровую нумерацию сделать. Но мы посмотрели просто, как это делается. Итак, настройки. Определить новый многоуровневый. Если не хватает настройок, открывайте больше. И здесь, смотрите, что еще можно сделать. Так, с этим мы закончили. Теперь по поводу заголовков. Значит, текст, который оформлен заголовками. Он тоже у меня уже готов. Значит, каким образом мы оформляем тексты заголовками стилей? Это выделение текста. И либо в стилях мы применяем какой-нибудь уровень. Это заголовок 1, 2, 3, 4 и так далее. Их всего 9. Точно так же, как уровни списка. Либо для первых трех мы можем использовать горячие клавиши. Это клавиша Alt, Ctrl-Alt и номер уровня, который мы хотим использовать. Ctrl-Alt-1, Ctrl-Alt-2 и так далее. Вместе с заголовками формируется сразу навигация. Если нужно ее открыть, это вкладка Вид. Группа показателей отображения в 19-й версии. Область навигации. Или в 10-й, 7-й версии это будет структура документа. Ну, а теперь, так как у меня уже настроено все, я хочу применить к этим заголовочкам нумерацию. Многоуровневый список. Находиться можно прямо в первом заголовке. Многоуровневый список. И теперь я выбираю тот вариант, который связан с заголовками. Это либо статья раздел, либо вот стандартная А1, 1, 1, там 1, 2. Ну, допустим, выбираю первый вариант со статьей разделом. И, соответственно, все мои наработки. Вот они оформились. Буквенная нумерация при большом количестве элементов, естественно, неудобная. Поэтому я решила поменять это все на нумерацию цифровую. Смена стандартная. Встаете в первый заголовочек. Многоуровневый список. Список 1, 2 единицы и так далее связанных с заголовками. Вот они. Пошли. Что делать, если вдруг мне первый уровень нужно назвать главой? Тогда мы открываем настройки многоуровневого списка, идем в определенный новый многоуровневый. И то, что мы сейчас делали с вами на обычном списке, продолжаем работать и со списками заголовка. Итак, формат номера. Текстовое поле, которое обновляется серенькой, мы не трогаем. А перед ним пишем глава с пробелом. Если нужна точка после единички, ставим ее. Если мы, допустим, хотим второй уровень назвать статьей, значит, выбираем второй уровень. Перед полями обновляемыми пишем статья. И вот здесь момент, про который я намекала. Значит, я говорила о том, что поля обновляемые лучше не трогать, не удалять. Вот здесь первую единичку нужно обязательно удалить, потому что она ссылается на уровень главы, на номер главы. А статья мне достаточно, чтобы она наносила только свой номер. Поэтому аккуратненько первую единицу, первую, а не вторую, мы удаляем вместе с точкой, которая там есть. Дальше. Если мы хотим, чтобы в третьем уровне номер главы тоже не показывался, первую единичку тоже можно в какую-то удалить. Причем, что интересно, программа настроена так, что она вам не даст случайно удалить это системное поле. Если вы попробовали, то сначала он выделяет это системное поле, а потом повторное нажатие мы уже удаляем. Итак, глава, статья и пункт. Окей. И вот все преобразовалось. Вот она глава, вот она статья, вот они пункты, которые показывают номер статьи и потом номер пункта, соответственно. То есть все то же самое, что мы делали вот здесь для изменения нумерации абзацев происходит и в заголовках. Все то же самое. Так. С этим мы тоже пособрались. И дальше у нас есть еще один особенный документик. Здесь мы точно так же видим заголовки, заголовки ненумерованные пока. И мне нужно создать структуру, то есть пронумеровать ее, но мне нужно, чтобы не было вот этих оформленческих вещей, синих стилей там и так далее. То есть как в документах стандартных, типа уставы, приказы там и так далее, мне нужен только черный шрифт, возможно, где-то жирный, и так, чтобы можно было пронумеровать и завести это все потом в структуру. Что делаем? Первое. Я сейчас небольшую хитрость делаю. Так, у меня, по-моему, да, здесь второго нет. Вот я встаю в атомную технику, это второй уровень моего заголовка. Вот можно посмотреть, заголовок 2. И есть в Word такая интересная кнопочка, которая называется «Выделить фрагменты с одинаковым форматированием». Вот сейчас я попросила программу выделить все фрагменты, которые оформлены заголовком в стиле 2. А дальше я делаю следующее. Я применяю к этим заголовкам обычный текст, но делаю его 12-м шрифтом полужирным. Ну, то есть особое выделение. И это еще не все. Чтобы у меня этот текст обратно пришел в навигацию, мне нужно сделать следующее. На вкладке «Главное» в группе «Абзац» открыть диалоговое окошко и сказать, что это текст, но уровень первый. Не просто основной текст, а первый уровень основного текста. Я нажимаю на «Ок», не меняется форматирование, но эти пункты приходят обратно в навигацию. Это особенное оформление. И навигация, если что, если интересно, она потом автоматически попадает в обладание. Точно так же поступаю со следующим пунктом. Вот это у меня был стиль заголовок 3. Вот он. Я встаю в один из пунктов, выделить такое же форматирование, сбрасываю на общий, на обычный текст. Ну и, допустим, это у меня будет 12-й шрифт, абзац, уровень 2. Окей. Сейчас очень важно, чтобы они были оформлены по-разному, иначе программа их воспринимать будет как один и тот же уровень. Ну и точно так же с последним. Выделяю, сбрасываю в общий, и, допустим, это у меня будет там курсив 12-го шрифта. Вот. А теперь нумерация. Нумерация. Если я встану в заголовочек и применяю нумерацию, это обычная, он только для этого заголовка. Если выделяю весь текст, открываю многоуровневый список, и здесь не заголовки, здесь обычная абзация. А теперь простое движение смены уровня списка. И вот здесь мне поможет, опять же, моя заготовка по форматированию. Первый уровень я оставляю как есть. Второй уровень, то есть тот, который без жирности и без курсива, выделяю через тот же фрагмент и просто жму клавишу так, говорит, понись уровень. Стоп. Кто-то у меня забылось. А, хорошо. Тогда кнопочку со сдвигом. То есть вот 10-й, 1-й, 2-й, 3-й. И здесь точно так же встаем в оформленный, выделяю все такие же и два раза стрелочку, то есть он мне третий уровень показывает. Вот таким образом быстренько мы можем назначить форматирование и оформление, не задействуя заголовки. И остается последнее. Как работать с PowerPoint-ом? Там тоже все замечательно, все прекрасно. Главное, нам нужно туда набить текст. А с текстом мы поступим так. С текстом мы поступим так сами. Вот. Есть некий бордовский документ, который оформлен стилями заголовков. Так. Открыть. Секундочку. А, да, вот он. С заголовками стилей. То есть у нас готовая текстовка, оформленная вот этими стилями. Что особенного? В PowerPoint можно быстро закинуть текстовую информацию, если ее правильно подготовить. В заголовок слайда попадает все, что оформлено заголовком стилем 1. В системное поле это заголовок 2, заголовок 3, заголовок 4, то есть под уровнем. Вот здесь у меня есть первый уровень заголовков, второй уровень, и, по-моему, третий. Да. И третий есть. Главное, после создания этой структуры документ должен быть закрыт. Ну, а дальше презентация. Нижняя часть кнопки «Создать слайд». Команда называется «Слайды и структуры». Дальше мы ищем нужный документ, вставка, и ждем, пока программа накидает этот текст на слайды. Значит, что нужно сейчас посмотреть? У меня на слайдах сейчас заголовки, там, где были заголовки первого уровня. А вот здесь текст, ну, там, получается, единственный текст, где присутствуют и заголовок второго, и заголовок третьего уровня. Вот, к сожалению, там очень много текста, поэтому я делаю так. Я дублирую слайд через Ctrl-D, убираю вот эту нижнюю часть в первом слайде, просто обычное удаление, а здесь верхнюю часть. Ну, и так, более-менее крупно у нас сейчас получилось. Итак, смотрим, что у нас получилось по нумерации. Значит, в тексте слайда, в тексте системного поля автоматически применяется нумерация. Нумерация настраивается через специальную область. Это режим образца слайда. Мы чуть попозже туда заглянем, если времени хватит. И нумерация, опять же, идет либо маркированный список, вот он, либо нумерованный список. Какой вид выбирать, мы уже знаем, нужно ли соблюдать порядок или не нужно. Главное, все то же самое, что и в Word. Если мы хотим что-то изменять, мы выделяем этот кусочек текста, применяем, допустим, другой вариант маркера. Если не устраивает, уходим в кнопку список. И в отличие от Word, там была кнопка символ и рисунок. Здесь рисунок и настройка. То есть настройка – это тоже те же самые символы, которые мы рассматривали в Word. Например, тот же шрифт, где у нас там биндинкс, например. Какие-нибудь кнопочки. Здесь же можно цвет настроить. Можно размер с процентом отношений к шрифту выбрать и нажать на «Окей». Можно также применить, давайте, на этом же, картиночки преобразованные, в маркеры, то есть список, рисунок, давайте, из какого-нибудь файла. Надеюсь, что-нибудь она не в том изображении. О, вообще, что-то странненько. Ладно. Тогда пойдем в интернет. Допустим, яблоко. Выбрали. Ставили. Окей. Ну, и вот то яблочко, которое я выбирала, преобразовалось в маркер. А вот если мы хотим сделать для всех слайдов одинаково, вот тогда мы проваливаемся в специальную среду. Это образец слайдов, вид образец слайдов. Здесь есть некий общий мастер слайд. И прямо вот здесь мы можем для каждого уровня назначить свой маркер. Ну, допустим, я не буду далеко ходить. Здесь я возьму настройку какой-нибудь... А, вот, опять же, колокольчик свой возьму. Цвет. Окей. А у второго уровня я настрою значочек, вот ту дискетку, которая тоже здесь должна быть близко. Попробую другого цвета. Вот. Остальные трогать не буду, они мне не нужны. Закрываю через образец слайдов кнопку «Закрыть» образец. И вот то, что я настраивала вручную, у меня преобразовалось в новом слайде. Вот здесь не получилось, потому что я назначала вручную. А здесь я не меняла стандартные настройки. Что делать, чтобы и здесь применилось? Достаточно нажать на волшебную кнопку, которая называется «Сбросить» или «Восстановить». И у меня к этим спискам тоже применился стандартный вариант. Итак, если для всех слайдов сразу на будущее, и уже что применено, это вид, образец слайдов, мастер, макет. И вот здесь что-то изменяем. На этом мы с вами как бы эту теоретическую часть закончили. Сохраняется. И я вернусь немножко на начало. Итак, что мы посмотрели? Мы поговорили о видах списков, поговорили, как выполняется нумерация абзацев, заголовков и происходит изменение параметров нумерации. И в PowerPoint поговорили о том, как работают с системными полями, с маркерами в системных полях настройка вручную и настройка автоматическая. Значит, что касается того, что у нас на курсах рассматривается. Из этой темы про нумерацию абзацев мы говорим на первом уровне. Про заголовки и изменение параметров заголовков мы говорим на втором уровне Word. В PowerPoint стандартную ручную настройку мы рассматриваем на PowerPoint первого уровня, а работу с образцом слайдов на втором уровне PowerPoint. То есть вот мы с вами посмотрели некоторые возможности и затронули несколько курсов нашего специалиста. То есть нашего центра. Здесь же мы с вами говорим о том, что если вас что-то заинтересует, вы можете обратиться по телефону или мне на почту. Ну и на этом мы будем с вами заканчивать. Чуть-чуть побольше, чем хотела. Вернее, как нам дали. Но я думаю, что что-то интересненькое вы для себя нашли. Спасибо за то, что вы подцепились к нам, подсоединились и пришли в аудиторию. Надеюсь, что-нибудь интересного вы для себя взяли.